приветствую вас ребята на канале роли game онлайн с вами росси это рубрика геймплей лендс play будет немножко экспериментальное видео в общем поиграл я в игру под названием war selection которая с 19 года уже в принципе она находится в раннем доступе в стиме и можно бесплатно скачать это стратегия в реальном времени в онлайне доступные режимы 2 на 2 кажется на себя на четырех игроков компания пока недоступна возможно при уже полном выходе игры она уже будет доступна ну в общем стратегия который напоминает эпоху империй и чем это видео будет отличаться от всех других которые были на канале в плане прохождения ну обзоров в том что я в нее сыграл и уже на основании кусков из игры я постараюсь их компоновать для того чтобы получился какой-то единственный цельный ролик ну и заодно мы его рассмотрим потому что изначально я не планировала записывать но после того как я получил реально классное ощущение от этой игры не знаю как я раньше пропустил я просто посчитал что все таки было бы классно вам ее показать поэтому ставьте лайки дизлайки если вы конечно досмотрите не бейте меня с анной тряпкой за мой кривой монтаж ну я думаю вам понравится приятного просмотра итак ребятки наше путешествие начинается в далеком далеком каменном веке нашем распоряжении есть небольшое количество крестьян в данном случае это пока просто рабочие которая уже активно добывают нам основные виды ресурсов это еду и в принципе строительный материал это виде камень дерево это все введено в одно в принципе нету большого изобилия у нас зданий наши крестьяне он занимается рабочий заниматься постройкой каких-то халуп для того чтобы там можно было жить кто-то добывает дерево вот мы строим алтарь с помощью которого мы сможем в будущем перейти в следующий век игра также как эпоха империи начинается хотя в принципе не хотел бы я их объединять но так она начинается в каменном веке после того как мы немножко строились у нас пошли наши первые ребята это пращики они бегут очень важное задание а если быть точным наш разведчик попутно бежит с разведчиком желтого игрока как я в будущем понял это был китаец я так подозреваю потом объясню почему я так понял во время путешествия на наших воинов нападают дикие животные типа тигры разведчик конечно же убегает мы несем не боевые потери называем это так потому что тигры почему-то решили захавать двоих наших бойцов также у нас есть уже побольше крестьян но разведчик желтый вернулся китаец был наглый но наши ребята с камнями все-таки догоняет его прямо на базе и устраивает ему теплый прием видите даже наш хлопец бородатый камнями закидал ну и конечно же кабан кабан получит за то что он за тигров получит дальше вы в принципе видите что мы уже постепенно перешли в следующую эру то есть мы уже немножко лучше чем нердентальцы с камнями также я чуть-чуть нашел желтого игрока красного игрока напомнят китаец или какой-то непонятный и вот еще один с нами хлопец был который почему-то решил выйти с игры решил сдаться напоминать что режим у нас был карты сам для себя и в принципе тут союзников нету на радостях наши крестьяне видите уже посадили пшеницу мы наконец-то узнали что это такого выращивать зерновые культуры мы до сих пор собираем мясо с кабана которого убили до этого который преследовал наших воинов которые пытались догнать разведчика но как видите уже что стало немножко поярче уже новое здание новая эра соответственно уже интерес к игре скажем так немножко просыпается по войскам на все также каменщики и дубинщики тем временем это я уже кстати воспользовался повтором потому что до этого у меня был туман войны теперь я могу видеть что мое развитие очень сильно отставало пока я еще кидался камнями и бился камнями то вот ребята уже имеют чистокол у них уже есть более развинутая база чем у меня то есть у них есть лучники у них есть копейщики а у меня видите как все стабильно все также собираю лес и кашу траву точнее пшеницу дальше вы видите такой момент что красный немножко вырвался вперед у него уже появилось каменное строение в том числе вот башня которая активно обстреливают игрока с китая ну короче азиатского игрока чуть чуть дальше уже и китай тоже перешел будем называть их так перешел тоже на каменные веки и теперь у него башни явно доминируют они вдвоем уже настреливают одной несчастной башни красного игрока большое количество контента я буду конечно снимать по поводу них это там самое интересное у меня крокодил который бессменно сторожит мой вход ну как бы он и против меня и против них но в общем крокодил у меня уже на месте мои ребята начали уже потихоньку добывать новый ресурс это медь это олова то есть это дополнительный ресурс который нужен для строительства более лучших воинов тем временем происходит перестрел как перестрелки с красной стороны присоединилась катапульта в общем они настроены решительно хороший идет перестрелка хорошие ребята хорошая подготовка в отличие опять же моих в данном случае у меня уже наверное появилась и даже конница но все равно я недалеко ушел от момента камнями таней и забивки кабанов камнями то есть это уже пошла такая небольшая стычка например я этого всего не вижу это уже знаете так было со стороны опыт со стороны что происходит когда ты ковыряешься в земле разъянутой цивилизации уже используют катапульты для штурма укреплений каменных здесь немножко узкую скорость не знаю для чего мне просто было интересно как долго нибудь бить катапульт эту башню и небольшой спойлер башня кстати пойдет вот как видеть башня распалась красный воодушевился и двигаться у катапульта вперед это кстати мастерские которые желтый игрок используют для создания куча катапульт которая будет представлять себя просто какой-то вверх вверх rush желтый год подготавливают лучников длинных лучников то есть это следующая стадия обычных лучников красный пока не подозревает напоминаем тоже этого всего не видит он радостно продолжает обстреливать с катапультой защитное строение желтого игрока у меня все стабильно пшеница растет мы строим новые дома добывают наши камень то есть но в принципе ничего не меняется и тот же самый крокодил остался точнее аллигатор остался у меня под ходом обществу кол здесь значит желтый пришел в активную фазу то есть он вылез со своего и со своей будки собачьей начинает атаковать красного красный идет в контр наступление копейщики все отлично получается желтый закрыл ворота скорее всего поступила команда не шагу назад обстрел массовый обстрел идет катапультами как я понял они имеют в принципе массовый сплэш урон то есть при попадании по области наносится урон обратите мне уже 6 катапульта это только начало красный чай не подозревает куда он в лес сливает бестолковая что бестолково сливает всю свою армию у него больше ничего нет чем это было связано не значит желтый настолько 40 что ломает сам свои ворота для того чтобы катапульт и стену тоже вам это все в принципе лама для того чтобы вывести свой катапульта в атаку и это контр наступление от желтого скорее всего которая ну вы бит равновесие красного хотя красный обратите внимание тоже пытается подтянуть свои катапульты в общем война катапульт я этого всего не видел напоминаю что я это кстати на первая игра была я там разбирался как перейти с одного века в другой почему рабочие которые раньше ковырялись палочками в земле не понимают что такое пшеница то есть ну как бы почему они не могут работать строить новое здание новой эпохи поэтому у меня была своя война у них своя война у меня своя война но опять же обратите внимание как у них все построено кстати чистокол у меня уже полиса чистокол крокодил на месте желтый планомерно чувством такт и расстановки продолжает уничтожать красного красный собрал всех своих крестьян которая палками точнее копьями пытается закидать катапульты но опять же повторюсь сплэш урона катапульты увидеть что они делают они просто разрывают красного до конца не знаю кто из них правильно поступил или красный до этого или желтый правильно поступил что используется краш но я так понимаю что ребята уже играть не первый не первый раз вот игру в отличие от меня и все что это вижу то это скорее всего какая-то тактика какая-то тактика тем временем у меня все спокойно немножко есть уже лучников у нас появилась немножко копейщиков но опять же копейщики лучники проигрывают тем что мы видели и вот красный игрок пишет в чат что гг я конечно не понимаю что произошло на самом деле потому что я этого всего не вижу опять что там он войны я решил его поддержать и спасите по почему гг сейчас это чуть старую чуть дальше будет а тем временем желтый все также методично продолжает уничтожать красного и уже дошел до скоро до крепости дает вот опять же я пишу почему я уж если честно допустим думал что это боты что это не люди но как оказалось это все-таки были люди вот он мне отвечать что потому что я просто умираю я решил его подбодрить сказать что не нужно умирать ему это уже не очень помогло потому что к тому моменту когда это напишу как я понимаю ему уже разрушат главную крепость тем временем вот мои конные войска возвращаются дальних рубежей это я ходил в разведку смотрел что там происходит с тем игроком который вышел до этого в общем там ничего интересного не было поэтому я читать не снимал и тем временем красный грот проигрывает желтый используя rush фото пульт все-таки сметает сметает войска сметает крестьян и практически сметает весь город меня это очень насторожило поэтому я вывел свои войска даже ведь вот конных собрал для атаки выставил огромную шеренгу кроме в кавычках своих пикинеров прошлого века конечно то есть не напоминаю что я уже так хорошенечко отстаю по развитию вывел учеников ну и конницу конечно для того чтобы знать что вообще происходит вот мой бравый воин валера на лошади скачет вперед я кстати видел вот этого разведчика красного я решил что раскрасно проиграл то не очень расстроится если я убью разведчика то в принципе и делаю наслаживаю его на пику если вы понимаете о чем я вот и он в принципе в муках а может и нет но все-таки умирает вот верно вот так дальше мне же интересно что там происходит почему он проиграл какая там великая армия наверное сбалансированная армия в плане там лучников воинов мечников и валера идет в разведку и для меня открывается страшная страшная информация что это все катапульты когда я заехал и увидел это количество я просто охренел но валера бросается в бой и вот в этом моменте я понимаю что существует в этой игре friendly fire и в принципе один валера нанес урона больше чем это вообще можно было бы представить то есть он даже и не думал он забирает практически две с половиной катапульты то есть две забирает и одну наполовину но не он забирает а в мое грамотное командование потому что они сплэшом сам себе побили дальше выходит конница вся что у меня есть я принимаю решение что нужно воспользоваться моментом пока желтый игрок занят добиванием базы красного игрока и воспользоваться возможностью то что катапульты наносят урон друг другу при стрельбе и стреляют они хаотично я решаю что в принципе можно неплохо бы использовать конницу для того чтобы катапульты сами себя побили вот конец идет в атаку сначала я пробую бить но понимаю что все-таки лучше будет их разделить и поэтому я стараюсь по одному поразделять эту конницу для того чтобы они начали бить разные катапульты и катапульты соответственно начали стрелять по своим же же поэтому наш войска расцвета точились наносим максимально возможный урон и я понимаю что я связался на самом деле с очень страшным человеком желтым игроком такое количество катапульт это явно был какой-то план которому наверно придерживался и в принципе я понял что это уже игра будет совсем нестандартная то есть в моем понимании то пехота стрелки и ближний бой конница артиллерия а это просто человек использует тактику зеркраша какими-то одними конкретными юнитами в общем сколько смогли найти потерь столько нанесли и в принципе они идут дальше два моих конных воинов и следует катапульту до конца будет повырять наш на конце карты что видно аж прямо от внизу и в общем они тут его добивают монотонно закалывают и на этом заканчивают ну и кабана заодно а тем временем желтая армада начинает подвигаться вступают в бой мои воины я уже понял что в принципе сплэш урон быстро перекосит мои войска но при этом всем я показываю ему что я настроен очень кардинально и я не готов сдаваться как это сделал красный украсть ошибку а у меня возможно было лучше подготовленное место ну и на лучники пытаются отстреливать катапульты но принципе это бой конечно же не проиграет кожу вы могли понять на базе у меня стоит один рабочий который просто отдыхает сзади катается лодочка я начинаю заново рекрутировать конность я понял что конные войска против катапульты то очень классно это очень быстро мобильно маневренно тем временем у него уже пошли пушки то есть он уже перешел на новый уровень у меня же даже нет еще и катапульт товарищ валеры врывается но погибает еще один то есть начинается просто спам конными воинами по одному хотя бы чтобы задержать потому что как вы понимаете у меня обороны практически нет дальше все таки по одному я заковырял заковыряла его войска он немножко сбавил темп наступления осталось только пару лучников но в принципе мои стражевые посты без особых проблем отстреливают их монотонно у меня тоже и сущники правда не дима лук обычный потому что мы все же уступаем уступаем по развитию также мне есть пару мечников плюс крестьянин он рабочий он тоже бежит воевать не воюет за свою пшеницу которая растет у нас на на нашем поселении не в принципе трудом но я все-таки добиваю остатки этой армии благо что основную часть я уничтожил на территории красного потому что из этого армада вышла базе деревья в леса и оттуда выходит наваливала то они быстро снесли он мечник сурово зарубал его лучника тем временем я пошел немножко вправо и освоил уже добывание меди и железа также новое месторождение камня потому что там у меня уже все печально заканчиваться а тем временем как видите он желтый уже приходит на следующий уровень посылает войска обратите внимание это уже мушкетеры если я не ошибаюсь с ружьями однозарядными то есть это для меня был тоже неожиданный и неприятный сюрприз когда огнестрельное оружие появилось даже с порохом но немножко мы были подготовлены поэтому по тайной лазейки вы послали конницу в обход они врываются на этих мушкетеров начинают насаживать на свои пики плюс мои лучники при поддержке крестьянина обратите внимание на этого рабочего который сначала кидал копье потом достал маленький топорик и пошел рубить их просто в упор этих наглых захватчиков мушкетеров и в принципе это отбиться было легче отбить эту атаку чем в принципе до этого может благодаря что мушкетеры оказались такими сильными как он рассчитывал но тем не менее он не знатно подкосил но это не выбило мне из колеи тем более обратите внимание он сзади уже по тайной тропинке из через главное ворота выходили легионеры не спрашивайте как они у меня появились и где они были до этого но в общем легионер тем временем галеоны боевые корабли желтого появились в акватории наших вод у меня на данный момент было три лодки рыбацких которая не подозревая ловит себе рыбу и я в принципе блин не подозревая что не тут корабли пока не начался обстрел прибережных прибережной линии а именно склада моих рабочих и я принимаю соответственное решение начинать строить галеры блин галеры против галеонов то есть опять же в общем у меня вот это не было слов одни эмоции я понимал что мои галеры никто на им не сделают но нам нужно было противопоставить какой-то серьезный ответ и поэтому я начал безумно штамповать эти галеры не знаю что на меня уже выдвинулась пехота времен первой мировой галера была построена но проблема в том что я закрыт и не могу выйти в общее море потому что я не посмотрел особенности ландшафта и мои галеры просто не нужны это будет плавать до конца игры так и ни разу не галеры начинают открывать главное ворота моего форта ручников тем временем у меня уже появилась колесница чтобы понимали уровень против в солдат первой мировой с трех линейками выехала колесница и выбегут легионеры наверное желтый игрок очень долго смеялся или он будет этому готов кстати один галер мы потопили все-таки с помощью стрел значит легионеры врывы врываются врываются солдат первой мировой значит пехоту это начинается просто бешеная заруба их расстреливают моих легионеров как в тире бегает олень вон тоже перепуганы не понимать что происходит мои галеры стоят сверху ничего не могут сделать я не могу только пассивно наблюдать и возможно плакать мужской скупой слезой но это не точно в общем происходит страшный обстрел мои лучники даже он два уже длинных лука появилась топят второй галеон тем временем на нас выходит еще войска обратите внимание сколько гаубиц у него стоит опять же этого всего не вижу я до сих пор воюют солдатами лучники лучники мои бывшие спорта и поддержки двух длинных лучников они начинают безжалостный обстрел солдат солдаты наверно тоже в шоке то что они стреляют служил по ним отвечают слухов галеры себе производится точнее строится уже скоро выйдут половина колесниц половина обычной конницы готовы вкрываться убой на врага который кстати еще не подошел тем временем воспользоваться передышкой я начинаю отстраивать свой порт а потом полетел самолет как вы видите это это было просто очень неожиданно ребята когда у вас растет пшеница на фоне стоят и бушеты и вас блин бомбят тяжелыми бомбардировщиками времен второй мировой войны обратите внимание они уже возвращаются я честно не успел отснять именно тут кусок но поверьте это это было просто очень обидно когда я представляю своих рабочих как ты стоишь ковыряешься в земле тебя кидают бомбы значит справа прорвали оборону автоматчики против лучников моих прорывали оборону они идут уже до конца но мы лучники не сдаются конечно у меня нету конечно у меня нету чем ответить чином и боремся до последнего дальше пошли воины противотанковой бригады специальными противотанковыми ружьями против же моих лучников то есть надо может желтый игрок издевается как может но мы до последнего до последнего сражаемся все таки еще стрелами отстреливаем этих касатников до последнего боремся я уничтожил все свои здания для того чтобы перейти в промышленную революцию но мне это не помогло в принципе но я до последнего стараюсь видите кстати у меня появилось того после того момента как был пропущен был первый страйк в плане самолетов командировщиков минометы танки все здесь уже рядом у меня есть но мои ребята лучники не боятся ничего мои работники готовы закидаться на эти танки просто кидаться как на амбразуру с голыми руками ну и все же танки заходит на территорию моей крепости бывшей топчут мою пшеницу обстреливают моих крестьян то есть на что мы всегда делали упор на экономику на мир на развитие все-таки наши попытки были тщетны как вы видите до последнего башня помощью стрел стреляет по танку танкисты наверное не понимают что происходит что они делают как вообще это работает также есть пару коз которые спрятались за фермой они хотят умирать они слишком молоды они еще ничего не видели в этой жизни но я думаю у них не будет шансов и рабочий на фоне за пшеницу рубит своим топориком наглого артиллериста которого кстати свои же открыли танка вот такой ребятки получился конец нашего приключения если вам понравился новый формат видео озвучки уже пост факту то есть озвучки видео которое уже было отснято и просто был наложен сверху звук если не вышел такой страшный монтаж и вам это понравилось обязательно об этом напишите поставьте лайк поставьте свои предложения как вы видите по другому в развитии данного жанра снимать как раньше или так как вот сейчас или вообще как-то по другому спасибо что были со мной в этот тяжелый час всем спасибо и пока